На повестке 14-го заседания Совета депутатов Ленинского района рассматривался ряд вопросов, а именно об исполнении бюджета за первое полугодие текущего года, о присвоении звания лауреат премии Ленинского района 2014 года, о внесении изменений и дополнений в устав Ленинского муниципального района. Последний из перечисленных вызвал наибольшие споры, и в итоге устав в обновленном виде принят не был. Подробности далее. Впервые бюджеты Ленинского муниципального района и входящих в его состав поселений сформированы на трехлетний период в программно-целевом формате. Надо сказать, что только 30% муниципальных образований Московской области обеспечили принятие трехлетних бюджетов, хотя преимущества долгосрочного планирования налицо. Взять хотя бы крупные проекты, требующие больших финансовых вложений, чтобы проект не был заморожен в середине своей реализации и необходим долгосрочный бюджет. В целом же расходы и доходы первой половины года в районе выполнены практически полностью. По доходам бюджет муниципального района за полугодие исполнен в объеме 1 млрд 118 млн 830 тысяч рублей, что составляет 102,1% от утвержденного плана. По расходам бюджет района исполнен в сумме 1 млрд 201 млн 613,8 тысяч рублей, что составляет 93,1% от установленного плана. Далее рассматривался вопрос о присвоении звания лауреата премии Ленинского муниципального района 2014 года, который вызвал некоторые разногласия у народных избранников, но все же при троих против был утвержден большинством голосов. Наибольшие же дебаты вызвал вопрос о внесении изменений и дополнений в устав Ленинского района. У района есть три месяца на то, чтобы привести устав в соответствующий вид, внеся изменения и дополнения. Два месяца позади, но часть депутатов считает, торопиться некуда. Половина проголосовала против, устав принят не был. Менения разнятся. Мы никогда этим не занимались. Это для нас новое. И самое интересное, что это ограниченные сроки. Когда мы, собственно говоря, только успели провести три комиссии профильные свои, где мы рассматривали все вот эти предложения. Все-таки изменение законодательства не только идет в части закона о местном самоуправлении, но также будет подвержен изменениям и бюджетный кодекс, потому что там перекликаются с полномочиями в муниципальных образованиях. Поэтому это такой живой-живой процесс. До заседания все вопросы прорабатываются на комиссиях, где как раз и можно более тщательно разобраться в сути дела, но посещать комиссии не все считают обязательным. Не надо мне вашей комиссии. Я работаю на совете. Эти ваши предварительные заседания. Хочу приходить, хочу нет. И все же тех, кто непосредственно принимает участие и заинтересован выполнить работу в срок, больше. Работа большая. Соответственно, были заседания комиссии, на которых все это рассматривалось, рабочие группы, на которых все заинтересованные лица могли вносить свои предложения. Была образована комиссия, в составе которой были сотрудники администрации, юридический отдел, который также готовил свою версию устава. Так как основная часть работы уже была проделана, поэтому я думаю, что не составит труда теперь еще раз собраться, еще раз обменяться мнениями, где-то кого-то убедить, а где-то, может быть, что-то новое найдет. Председатель Совета депутатов района Валерий Венцель уверен, сроки хоть и поджимают, но время есть. Работа ведется юридическим отделом районной администрации, а при необходимости есть возможность обратиться за помощью в районную прокуратуру. Главное, устав должен соответствовать действующему законодательству. Татьяна Брылова и Адамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.